Всем привет, с вами Астрема и новая серия прохождений The Witcher. В предыдущей серии мы все-таки встретились со зверем и нам нужно было его убить, но, как я понял, это не то, что непросто, а на высоком уровне сложности с моей раскачкой это было просто невозможно, поэтому мне пришлось загрузиться с предыдущего сохранения, убить сколько там, 19 баргестов, добить уровень и немножко изменить свою прокачку, то есть что нужно было сделать, я вард бросил очко умений в оглушение, то есть теперь нам нужно будет сделать что, я говорю сразу с первого раза это скорее всего не получится, это может быть даже 10 загрузок на это уйдет, но это самый оптимальный вариант на высоком уровне сложности, нам нужно будет пытаться оглушить зверя и добить его силовым стилем боя, чем мы сейчас собственно и займемся, так вот наш зверь, достаем меч, меч уже смазан маслом против призраков, который я сделал, пока качался, ну что ж, попробуем, черт возьми, вы это видели? это была твоя последняя ошибка, должно быть ты измучен битвой со зверем, нужно прекратить твои страдания, умри проклятый мутант, на вас двоих у меня хватит сил, Фома, на вилы его! Говорите, я устал после битвы с мутантом, да, ошибаетесь, тваря, умер-то он с первого удара, вот что значит правильная подготовка к битве, так, держи, первый пошел, так, давай-давай отпрыгивай, отпрыгивай, все хорошо, все пучком, и я бы, а, филин, 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 где филин? где-то здесь должен быть филин, я же его не пил, так, где черт возьми филин, а, вот, все пьем филин спокойненько, увеличиваем восстановление энергии, и вот так вот потихоньку их пинаем, ну, оглушение это, по-моему, вообще-то просто имба просто ваншоты летят, блин, жалко, набегаю, не удалось спасти, все-таки в Баргаст ее запинали ой, двоих сразу оглушило ну все, Харм, ты последний остался пришло твое время о, Абигайла, жива ну что, без сознания просто была? или она прикидывалась мертвой? вот и все, тварь все, дорогие друзья, мы справились мы справились так, но сначала надо бы пособирать всякое добро с этих ребят зачем им пропадать пропуск в предмет для задания вот оно, предъявитель этого документа имеет право в любое в любое время входить на территорию в Изима и 250 аренов в придачу здесь еще 150 аренов благодарю тебя, Геральт что бы со мной стало, если бы не ты я искренне рада, что ты мне поверил так я выбрал меньшее зло мне жаль, что ты так думаешь прощай потому что все-таки у нее тоже скелеты в шкафу явно имеются так, серебряное колечко плазма неинтересна какая-то особая субстанция пойдет так здесь все как-то подозрительно хорошо сложилось я, если честно, даже не ожидал такого развития событий блин, у меня даже мышка немножко начала подлагивать от счастья да, действительно извиняюсь сейчас она в чувство придет видимо не нужно было ее пинать в серии с этими саламандрами она после того еще не отошла немножко так так ну, в принципе, я все собрал да блин, ну так, сохранить нужно по-любому со зверем вообще все вышло просто идеально я думал, мне придется много раз его пытаться оглушить мне придется много раз перезагружаться чтобы как-то с ним справиться на самом деле все оказалось куда проще было достаточно один раз его оглушить и, в принципе, все зверь наш даже масло против призраков наверное, не понадобилось бы давайте посмотрим, что нам нужно дальше сделать так задание у нас чего здесь так я отправляюсь в Изиму идя по следу саламандр так хвост саламандра нужно разыскать Шане в таверне где мы договорились с ней встретиться точно 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 а Шане-то я как-то даже и забыл если честно вот так вот взял бы и побежал в Изиму а Шане бы осталось меня ждать в таверне да все-таки не стоит пренебрегать знаками в этой игре от них много добра ну точнее не добра я бы сказал пользу забираем забираем Шане и убираемся из этого проклятого проклятого места нам здесь уже ничего не светит Геральт с тобой все в порядке я так волновалась все хорошо я расскажу тебе все что произошло по дороге в Изиму в этой деревне меня больше ничего не держит меня тоже идем надеюсь мне никогда не придется возвращаться не могу поверить как невообразимо много подлецов тут живет времена нынче нелегкие Геральт войны чума я знаю и все равно их низость поразительна знаешь откуда появился зверь нет они сами того не ведая создали его своими преступлениями подозреваю что и могущественный колдун не справился бы лучше и все что им понадобилось была ненависть подлость алчность и заносчивость звучит похоже на волшебную сказку в каждой сказке есть доля правды пойдем в Изима ждет нас так посмотрим что у нас по шаням нового стало известно я втянул шаням во все это дело с ламандрами и хотя девушка была в опасности все кончилось хорошо шаням закончил все свои дела в предместьях и вернулась в Изиму в свой дом в храмовом квартале так ну это я смотрю забегая наперед нам задание рассказала что же будет дальше с ней и точнее не задание а наш дневник так нам теперь пробраться как-то нужно да в Изиму надеюсь нас там так я должен добраться до ворот ведущих в Изиму надеюсь там нас ничего плохого ждать не будет может может быть слух не дошел еще до стража хотя там там этот самый Микула будет который девушку то изнасиловал я бы с ним вот на эту тему пообщался причем с большим удовольствием так мясник ну в принципе правильно же идем а точно он же дежурить будет там у ворот мельника вот в чем дело его сейчас увороть не будет поэтому мы просто предъявим пропуск и спокойненько пройдем дальше если я правильно понимаю так Шани то где вон где-то короче бежит она за нами все хорошо надеюсь баргесты ее не нападут по дороге и что-то их вообще не стало после победы над зверем похоже их здесь больше и не будет хэппи энд так сказать первой главы так ладно что в пустую это бежать можно и травку и пособирать и кстати забыл сказать по поводу алхимии разобрался я все-таки что там за нужна более какая там база высокой или более хорошая база алхимическая ну в общем это короче алкоголь вот нужен более качественный для создания некоторых зелий вот этого я не знал и не удалось меня купить перед сражением со зверем потому что в принципе трактирщик мертв и бегая была здесь и купить толком не у кого было на такие вот дела спать хочу ну что вы зима ворота закрыты до особого распоряжения карантин в городе эй ворота закрыты до особого распоряжения карантин в городе друг ну видишь а вот сим удостоверяется что предъявитель всего документа является преданным слугой ордена Пылающей Розы и верным последователем учения учением верного огня короче куча всяческого хлама ну ну есть у меня грамоты мекула впускает членов ордена из тех у кого есть грамоты так любопытненько я получил грамота которая позволит мне пройти через городские ворота несмотря на карантин не понял мне слишком мало платят за такую проход воспрещен если у тебя есть грамота найди мекулу а найди мекулу если у меня есть грамот а все кажется уловил суть я может вот так как-то можно оттуда будет добраться есть же там какой-то проход да а да да даже ша не смотри сюда пошла я немножко тупанул за этими воротами вы зим я надеюсь сюда мы больше никогда не вернемся я тоже зверь мертв саламандры мертвы и крестьяне заодно очень смешно мой пропуск должен убедить мекулу впустить нас пошли идем крестьяне я думаю сами этого заслужили никогда не любил вот эту лютую толпу с вилами которая на самом деле пуглива до ужаса но ага за счет того что их много строят из себя героев у меня есть пропуск впусти меня в изиму я хочу сказать я мне очень жаль прости меня ведьмак извинись перед ильзой деша не потерялась милсдарь сержант тот ведьмак я о нем говорил кто кто у нас здесь это он нам нужен да милсдарь сержант ведьмак грязный выродок богохульник и фальсификатор он спрашивал кого опускают в город потом пришел с этим пропуском от ордена он рыцарь ордена тогда я принцесса а черт м герой ты чего и вы пусть иди меня я невиновен эти римчик нудь переведи но не хочу я с политическими можно паршивить! Я честный вор! Выпустите! Заткни пасть! Я занят! Юс, тише! Хочешь моей смерти? Этот вор мешает! Вот-вот, вор! А сижу с политическими! Заткнись, сказал! Не ори! Или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну! Прелестно, черт побери! Что, не нравится, Белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтоб я их видел! Юс, открой камеру! Боишься, обделался? Покажи, белый, что можешь! Назад! Что за... Ты дерешься или нет? Профессор, на выход! Свободен! Ох ты ж мразь! Ирония судьбы! Мы вновь рядом! Так близко и далеко! Не сердись, ведьмак! Мы встретимся! Верь мне! Вы ошибаетесь! Это убийца! Ты не понял законов этого мира! Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места! Но с этим мы разберемся позже! До встречи! Буду ждать! Буду ждать! Вот оно как! Так, ну что ж, самое время изучить дневник! Так, с первой главой мы полностью закончили! По второй главе один квест, два по прологу и игра в кость, который нам в принципе не интересен! Так, разыскивается! Я увидел человека, выпускаемого из тюрьмы, и понял, что это профессор, человек, ответственный за нападение на Кэр Морхен за смерть Лео. Раз профессор был арестован, значит, у Саламандр должны быть враги. Враг моего врага, мой друг. Надо поговорить с тюремщиком, Юзом. Может, он поможет мне найти врагов профессора. Так, чтобы найти врагов профессора, я должен поговорить с тюремщиком, Юзом. Хорошо, поговорим. Так, о профессоре. Профессора освободили из тюрьмы прямо у меня на глазах. Он посмеялся над законом и показал мне, насколько сильны и влиятельны Саламандры. Угу. Тюрьма. Тюрьма — то самое место, где содержатся преступники, попавшие к их несчастью в руки стражи. Контингент тюрьмы меняется постоянно. Кого-то выпускают, хотя это обычно... Хотя эти обычно вскоре сюда возвращаются, а кого-то отправляют на эшафот. Начальником здесь является Винсент Мэйс, командир городской стражи. В тюрьме есть спуск в канализацию, которая простирается под всеми районами Вызимы. Угу. Так, ну канализация... Это, конечно, хорошо. Попасть бы туда только. Так, давайте поговорим со всеми. Может быть, кто-то что-то скажет интересное. Приветствую тебя, Белячок. Завтра мой большой день. Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни. Пытаюсь, по крайней мере. Завтра меня повесят. У меня есть просьба. Хм. Мне всегда нравились игры, а Юс позволил мне взять с собой кости. Если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор. Так, покер с костями. Вы можете заработать немного денег игрой в покер с костями. Сделайте ставку и бросайте кости. Можете поднять ставку и выбрать кости, которые хотите бросить еще раз. Игрок, добившийся лучшего результата, побеждает. Некоторые персонажи будут требовать, чтобы вы сыграли несколько раундов. Блин, не хотел я этого. Не хотел, если честно. Так, ну давайте такую выберем начальную ставку. И бросим кости, что ли? Так, принимаем ставку. Хазачи происходит. Ну просто нет особого желания этим заниматься. Так, еще пару раз и все. И заканчиваем. Так, что ли? Ну все. Эй, вы, отребье! Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации. А как насчет руки принцессы? И половины царства в придачу? Остряк, следи за языком, ведьмак. Политические шутки тебя до добра не доведут. Я убью этого монстра. Слишком поздно. У нас уже есть другой доброволец. И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками. Какой? Угу. Этот здоровяк? Вы шутите. Ведьмак, у меня в подземелье и у всех равные права. Даже у дураков. Тебе нужна свобода? Сражайся за нее. Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса. Да как два пальца. Угу. Так. Я должен сразиться с силачом. Понятно. Это Арнольд, моя крыса. Арнольд, писк ничего не может. Может быть я и вор, но в этом виновата общество. Согласен. Ты пробовал эту дрянь, которую они называют ужином? Я здесь уже третий месяц, так что ко всему привык. Здесь лучше, чем дома. Следи за языком, пусть всем есть уши. Так, ну что, мне ничего не остается, кроме как... Что это? С силачом сразиться. Подходи. Я набью тебе морду, а потом вспарю брюхо этой ящерицы и стану наконец свободен. Что ж, начнем. Я тебя убью, ублюдок! Так. А есть тут... А, это типа блок. Ага. Ясно. Странности какие. Блин, вот не нравится мне вся эта фигня, если честно. А, паника, паника. Не люблю это затыкивание. Что-то с этим надо делать. Болваны. Класс. Вроде как уклонился. Ау. Смотри, ну тупая, тугая немножко механика, непривычно. Болваны. Где динамика? Ну? Теперь ты знаешь, кто здесь главный? Точно так же я сокрашу и зверя. Я поищу твой труп, когда спущусь в канал и после тебя. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.